Всем привет, мои хорошие! С вами Акемили. И сегодня мы с вами будем кушать арбуз и яичницу у нас с вами с помидорами. И это базилик. Кажется, что это какой-то блин. На самом деле здесь три яйца. В общем, во влоге я вам все это снимала. Как я готовлю, как я нарезаю, тролли-бали и все дела. Вечером он выйдет и вы увидите, как я скучала по арбузу. Арбуз прям только что из холодильника. И прям весь такой холодный, как я люблю. Я снимала влог и там в магазине я вам показала торт мороженое. То есть мороженое сделано в форме торта. И всем настолько это понравилось. Все начали писать в комментариях у меня в инстаграме, что купи этот торт, сними мупанк. Я с вами согласна, но просто я только-только выздоровела. Я боюсь, что я опять приболею, поэтому не хочу рисковать. Пока что. Как только я буду себя чувствовать офигеном, я его обязательно куплю и сниму для вас мупанк. Потому что идея очень хорошая. Сегодня просто целый день. Учила один танец в тиктоке. Нашла у одной девочки обучалку. И мне настолько понравилось. Но танец немножко такой сложный. Да и вообще я не очень пластичная, если честно. Для меня сложно учить какие-то танцы, какие-то связки. Кто-то буквально, не знаю, три раза покажешь, уже танцует. А вот я... Я в таких ручках вообще... Прям очень долго до меня это все доходит. Вкусно. И даже мне мама говорит, что-то зациклилась на этом тиктоке. А я не могу объяснить, что мне реально это интересно. Кто-то что-то заснял. Мне понравилось. Мне тоже хочется снять что-то наподобие. Например, да? И хоть, может быть, многие. Например, прошлое поколение. Может быть, просто покрутят у виска и скажут, «Господи, айка, ты сошла с ума?» Но мне очень интересно. Я не могу просто из-за общественного мнения начать перестать снимать тиктоки. Если оно мне нравится. Я подписана на кучу тиктокеров. И как бы... Опять же, мне нравится. Хотела я сначала сделать микс дыни и арбуза. Потом вспомнила, что я арбуз обычно ем с сыром и с хлебом. Вы, наверное, меня не поймете, но мне так нравится. Кто тоже любит с сыром и хлебом, пишите в комментариях. Мне просто интересно, сколько людей таких же, с таким же вкусом, как у меня. В данном случае у нас просто яичница из деревенских яиц. Каждый раз я это отмечаю. Потому что яйца деревенские просто не сравнятся с вот этими вот, которые у нас продаются в магазинах. Что делать, если страх ко всем, к папе, к мужу, когда не можешь жить своей жизнью? В смысле страх? Я немножко не поняла. Но у меня есть, знаете, какой страх? Я всегда почему-то боюсь оставаться наедине с любым мужчиной, которого я не то, что плохо знаю, но который мне, например, не родственник. не то, чтобы все маньяки вокруг, но просто у меня внутри есть такой страх. Если мой брат, если мой живот поет серенады для вас, вам покажется максимально тупо это, но я реально как бы побаиваюсь оставаться наедине, например, в квартире с мужчиной, не то, что с малознакомым, даже если я его 100 лет знаю, если мы с ним не родственники, мне уже некомфортно. У меня какой-то внутри страх есть. Даже если я 5-7 лет знаю человека. Такую яичницу я всегда готовлю, когда бываю в деревне. потому что там помидорки свежие, яйца свежие. И в магазине там ужасные просто сосиски. Супер дешевые, но вообще невкусные, поэтому либо надо за сосисками ехать в город, а это далеко, а это далеко, неудобно. Из деревни напрямую на автобусе поехать в город нельзя. Потому что сначала идет какой-то лес, а потом идет эта деревня. Ты должен через этот лес пройти, выйти на трассу, на трассу. и там уже на попутках. С транспортом вообще там очень тяжело, поэтому каждого хоть недорогая, но машина есть. Веришь ли ты, Айка, в судьбу или в гороскопы? Когда-то я верила в гороскопы, просто потому, что мамина сестра, она прямо увлекается, и вы знаете, она точно по гороскопу говорит тебе характер человека. Ты просто говоришь дату рождения, гороскоп, сколько лет, имя, и как зовут маму. Вот. По-моему, что-то такое. И она реально очень хорошо не то, что гадает, рассказывает про черты характера, какие-то мелочи. Это круто, но когда ты открываешь интернет в одном поисковике, вводишь, например, совместимость тельца и козерога, там выходит, что идеально, и, например, ты зашел через оперу дальше, и выходит, что нет, вы несовместимы, вообще ноль. То же самое, как сны. Сны тоже. Гуглишь, на одном сайте написано, что клевый сон, молодец, иди радуйся. А в другом поисковике, на другом сайте написано, что нет, ужасный сон. У меня бабушка очень верит в сны, поэтому я каждый раз что-то плету. у меня, у двоюродной сестры должен был родиться ребенок. Я-то знаю это. И накануне она видит какой-то сон, где ей подарили платок. Я типа читаю, беру так телефон и говорю, ближайшие две недели тебя ждет очень радостная новость. Новость о пополнении. И такая бабушка, действительно, скоро у меня внучка должна родить. Я такая, я экстрасенс. А телефон и интернат мне помогают в этом. Она так обрадовалась. Она говорит, вот, мои предки тоже видели вещи с ним. Я тоже вижу вещи с ним. Буквально через три дня приходит новость о том, что мои двойные сестры родилась дочь и тут бабушка обрадовалась вообще втройне. ходит, всем хвастается, что вот, я видела вещи сон. По идее, вообще значение другое было. Потом, не знаю, видит она какие-то бусы во сне. Я говорю, что это звонок сына. Я-то знаю, что папа каждый день или через день звонит. Вот, и она такая радуется. Вот, позвонился. в конце месяца естественно она получает пенсию. И когда она просит расшифровать ее сон, я говорю, к деньгам, скоро деньги получишь. и она такая, ой, откуда же у меня деньги. Потом на следующий день я приношу ее пенсию. и она такая, точно, вот к чему был сон. Хорошо, что она в ютубчике не лазит, это видео не увидит. Ну, а зачем говорить плохие значения? Она потом всю ночь не спит, расстраивается. А я ей прям на ходу сочиняю. А еще мои бабушки мечтают, чтобы я вышла замуж. вы просили не перематывать, поэтому смотрим до конца. Вообще сюда бы еще хлебушек в тему. Когда я ем очень много арбуза, мне становится плохо. Я не знаю, с чем это связано, но это уже три лета подряд. я, нажираюсь в сезон арбуза прям арбузами. Видимо, в них добавляют какие-то консерванты. я как-то не делюсь, а плохо чувствую, меня тошнит. Именно после того, как, например, я завтрак, обед и ужин кушаю только арбуз. у меня начинается плохое самочувствие. Я не замечаю, кушаю даже эти семена и скоро у меня в животе вырастет арбуз. давайте последние два кусочка. КурляTY не зная крыла кушает только совсем леч Fury кушает что-то стуль у меня она очень чай и море кори И чай . так пол до это довидаем последний арбузик и все в общем на этом все если вам понравилось это видео то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал всем желаю удачного дня пока